Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в четверг, 28 ноября. Меня зовут, наконец-то, Александр, и сегодняшнюю торговую сессию мы с вами проведем и разберем вместе. Для начала давайте с вами посмотрим, какие данные мы с вами получили в рамках вчерашнего блока статистики из Америки. В ВВП, как ожидалось, у нас снизилось темпы роста на 0,2%. В рамках ожидаемого числа первичных заявок на получение пособий по безработице новость важная по той причине, что уже на следующей неделе начинается декабрь, а это означает, что у нас будет с вами первая пятница месяца. И важнейший отчет каждого месяца – это Non-Farm Pellers. Предшествующий ему отчет – это число первичных заявок на получение пособий. И здесь мы видим, что данные выше 200 тысяч близки к прогнозным значениям, но не настолько сильно отличаются, чтобы вызвать на рынке какой-то резонанс, чтобы было какое-то резкое движение. Поэтому, что ж, пока все в рамках прогноза. Индекс деловой активности мы видим, что в Чикаго снижается и расходы на личное потребление также по сравнению с прошлым разом экономическая активность, это один из показателей экономической активности, снизилось на 0,7%. Что ж, давайте посмотрим, что у нас также из наиболее важных событий будет на сегодняшний день. И смотрите, запасы сырой нефти. У нас также запасы прогнозировались, что снизится на 1,3 миллиона баррелей, а снизились на 1,8,5 миллиона баррелей. Ну что ж, это как раз таки к тому, что мы с вами вчера обсуждали. По нефти постепенно мы с вами прекращаем рассматривать нисходящие тренды. Но так или иначе, мы сейчас с вами графику вернемся и более детально это все разберем. Отмечу, что с сегодняшнего дня начинается празднование Дня Благодарения, поэтому по ряду инструментов торговля будет ограничена. Пожалуйста, будьте внимательны к этому. Сегодня уже не торгуются американские акции, инструменты из категории Commodities. По ряду инструментов, таких как Index VIX и остальные индексы, у нас торговля идет ограничена до 20.00. И, соответственно, по бренду и металлам также обратите внимание, что торговля сегодня ограничена по времени, поэтому сегодня тот день, который мы с вами как раз таки обсуждали, идеальный для работы именно внутри дня без переноса позиций на следующие сутки. Давайте вернемся с вами к графикам. Важный момент. Перед тем, как мы с вами вернемся к графикам, давайте рассмотрим также наиболее важное событие, которое состоится сегодня. Потому что сегодня также есть блок статистики из Германии. Это индекс потребительских цен 13.00 по времени GMT. Что-то еще более важного, чем отчет по инфляции в Германии, выделить на самом деле сегодня не предоставляется возможно, поэтому делаем пока акцент только на отчет по инфляции из Германии. Возвращаемся к графикам. Смотрим. У нас вчера по индексу доллара с вами состоялась коррекция. Так или иначе, цена находится в восходящем тренде. Это хорошо видно, например, на 4-часовом таймфрейме. Да, еще есть вероятность того, что цена может снизиться еще ниже на отметке 106. Но так или иначе, это все в рамках восходящего тренда. Даже если еще будет небольшое снижение, восходящий тренд сохранится. И наши с вами прогнозируемые значения, которые мы с вами ставили выше отметки 107 с целями 108-109, они остаются актуальными. И на самом деле сейчас рынок дает возможность зайти в лонговую позицию по более выгодной цене, что мы как раз таки будем рассматривать. Пока, напомню, мы с вами все, что не делаем, все рассматриваем только в рамках работы в интродэй формате. Евро-доллар. Если мы с вами обратим внимание, у меня открылся сразу месячный график. И что важно здесь отметить, да, соответственно, давайте с вами разберем именно большую картину. Да, мы с вами еще не рассматривали ее. Я думаю, это будет интересно. У нас здесь есть с вами сильный уровень, от которого цена уже много раз отбивалась. Много раз имеется в виду аж 2023 года. Это значение находится на отметке 111. И в октябре месяце цена от уровня 111 начала резкую распродажу. Аж до уровня 103. То есть 700 пунктов за два месяца. Мы с вами увидели такое движение. На текущем времени мы видим, что есть небольшая коррекция. Но нет никаких оснований полагать, что текущая динамика может остановиться. Поэтому все интродэй коррекционные динамики, которые мы с вами можем наблюдать по валютной паре евро-доллар, это лишь коррекции перед тем, как цена будет пробивать и закрепляться ниже отметки 1.05 с целями 1.02. Есть множество прогнозов о том, что евро-доллар может уже до конца текущего года прийти к паритету. Что ж, это слишком пессимистичный сценарий. Я думаю, что для того, чтобы цена достигла таких значений, требуется все-таки больше времени. Поэтому, что ж, наша здесь стратегия и тактика остается прежней. Мы с вами рассматриваем любую коррекцию, как возможность войти в рынок по более выгодной цене. В продажу, разумеется. Давайте теперь рассмотрим, что у нас с вами происходит с графиком Brent, график D1. Мы видим, что последние три свечи, в том числе сегодняшние, показывают нам достаточно низкую волатильность. Несмотря на то, что мы с вами обсуждали достаточно важное событие. Это, в первую очередь, наверное, здесь следует отметить остановка, примирение ситуации на Ближнем Востоке, что немаловажно. Сюда также следует добавить информацию о том, что Трамп делает заявление о том, что будет вводить 25% пошлины, в том числе для сырья, в том числе для нефти, для ближайших соседних стран, таких как Мексика и Канада. Но мы видим, что пока нефть марки Brent на это не реагирует. Так или иначе, цена сейчас закрепляется на уровне 72%. Мы будем смотреть за тем, что будет происходить дальше. Но в перспективе, конечно, глобально пока еще тренд остается нисходящим. Он пока по графикам ничего не изменилось. Но продавать мы с вами уже так рьяно, как это планировали ранее. Пока приостановим. Давайте посмотрим, что у нас с вами происходит по биткоину. Биткоин сильно скорректировался на отметку 90 тысяч, к отметке 90 тысяч 700 долларов. И, как мы видим, в рамках вчерашней торговой сессии цена достаточно быстро восстановилась. Что ж, о чем нам это говорит? А говорит нам это ровно о том, что мы видим по биткоину самый что-нибудь на есть здоровый восходящий тренд со всеми коррекциями. И это нам говорит лишь о том, что восходящая динамика будет продолжаться. И ближайшую цель, которую следует ставить по биткоину, это цель 105-110 тысяч, которая может быть достигнута уже в самые короткие сроки. Если бы текущий рост продолжался без какой-либо коррекции, цена просто шла наверх, это было бы для нас сигналом к тому, что все может очень резко развернуться. Но, учитывая, что мы увидели за последние дни хорошую коррекционную динамику, это говорит нам о том, что все-таки это сильно восходящий тренд, который будет продолжаться. Поэтому все прогнозы по дальнейшему росту по биткоину у нас сохраняются. И давайте также с вами рассмотрим S&P 500. S&P 500 у нас сейчас имеет слабую волатильность, однако напомню, что по аналитике Банков Америка есть ожидание, что к концу следующего года, к концу 2025 года, S&P 500 достигнет отметки 6666 долларов. Также вчера появился обновленный прогноз по S&P 500 от JP Morgan. Информация вышла на Блумберге о том, что они обновили свой прогноз и также ожидают, что S&P 500 к концу 2025 года вырасти до отметки 6500 долларов. Ну что ж, это примерно совпадает с нашими целями, так что по S&P 500 любую коррекционную динамику мы рассматриваем как возможность входа в новые лонговые позиции. Ожи мы трейдеры, это были все наиболее важные новости в рамках сегодняшней торговой сессии. Вам желаю удачной торговли, торгуйте, зарабатывайте вместе со Markets. До свидания.